Первый месяц весны связан с наступлением самого красивого, прекрасного праздника – женским днём 8 марта. В преддверии этого дня мы расскажем вам о прекрасных женщинах, работающих в разных сферах. Назелит Чигатлук – одна из тех, кто посвятила себя профессии врача. С 2019 года она работала заведующей районной поликлиникой, а с 2023 года – заместительным главного врача по врачебной работе. Начала я свою трудовую деятельность с 2008 года, как только закончила интернатуру. Работала участковым терапевтом в городской поликлинике города Майкопа. С 2012 года перешла на работу по программе «Земский доктор» и по сегодняшний день работаю в Кашхабской ЦРБ. По профессии я начинала работу участковым терапевтом в Кашхабской больнице, пришла на работу врачом-профпатологом. С 2019 года работала заведующей районной поликлиникой и с 2023 года работаю заместителем главного врача по лечебной работе. Назелит состоялась в жизни как дочь, супруга, мама двоих замечательных девочек. Сейчас она прекрасно справляется со своей работой, имеет три высших образования. Она терапевт, онколог и профпатолог. Самое трудное, это что не всегда мы можем удовлетворить просьбу пациента в полной мере, потому что не все в этой жизни от нас зависит. Но стараемся помочь всем, кто к нам обращается. Мы работаем для этого, мы все давали клятву Гиппократа. Остается пожелать Назирето Махмудовне процветания и вдохновения в преддверии женского праздника. В межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский 26 сотрудниц, работа которых сложна, однако служба в полиции не мешает им оставаться красивыми и женственными. В числе этих сотрудниц старший лейтенант полиции Юлия Воронова. Будучи еще когда училась в школе, мне нравились люди, которые, как правило, ходят в форме. И я всегда дома говорила о том, что я тоже буду ходить в форме, что мне нравится эта форма. И, скорее всего, со школы у меня была такая мечта поступить в орган внутренних дел, где буду я работать и где буду я служить. После этого, когда закончила 11 классов, поступила в Белгородский юридический институт имени Ивана Дмитриевича Путилина, окончила данный вуз и после чего вернулась в Кашхабльский район на должность участкового полномоченного полиции. Работать мне нравится, так как работа на самом деле очень интересная, многообразная. Ты встречаешься с людьми из разного контингента, будь то это лица, которые состоят на профилактическом учете, либо же те, которые работают в других различных сферах жизнедеятельности. Сильный характер, ответственность и целеустремленность, чувство долга. Не обойтись в нашей работе и без логического мышления, самообладания и выносливости, говорит Юлия. Основными навыками, наверное, и качествами, которые должен обладать полицейский, это прежде всего умение работать, наверное, по своей деятельности, по своей специализации. Будь то это участковый полномоченный полиции, оперуполномоченный полиции, либо же сотрудник патрульно-постовой службы. У каждого должны быть, как правило, он должен был компетентен, обладать определенными знаниями, умениями, навыками, чтобы в той или иной ситуации он мог решить перед ним поставленную задачу, либо же помочь гражданину, да, если он оказался в какой-либо виде, чтобы мог правильно квалифицировать то или иной состав преступления, также административного правонарушения. И обладать непосредственно своими личностными качествами, это как требовательность себе, и чтобы был требователем граждан. С моей профессией, как правило, каких-либо трудностей не возникало, а если возникали какие-то либо же вопросы, либо же какие-то препятствия, то непосредственно я их осиливала и переходила дальше к поставленной перед мной задачи, либо же цели. Планы на будущее – это, как правило, работать по своей специализации, да, достойно уйти на пенсию по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. В преддверии Международного женского дня Юлия поздравляет всех своих коллег и прекрасных женщин нашего района. Хотела бы поздравить всю прекрасную половину Кашхабльского дела, а также Кашхабльского района с этим прекрасным весенним праздником. Пожелать им крепкого здоровья, терпения, удачи, любви. Пусть вас дома всегда окружают ваши близкие люди, и чтобы дома у всех было всегда спокойно и хорошо. Социальные работники, обслуживающие людей преклонного возраста на дому, выполняют большую и благородную работу. Работать в этой сфере непросто, ведь не каждый способен разделить чужую боль, поддержать и сопереживать. Назирет Шорова и Зоу Лобли-Чепсин – одна из таких. У нас рабочий день начинается с 9 часов. Мы каждый месяц составляем график. Обязанности у нас входит в доставку продуктов, лекарства, промп, влажная уборка, сугая уборка. Своим подопечным это милосердие, сострадание. Нужно быть психологом. Каждому подопечному свой подход индивидуальный. Работа с пожилыми людьми требует большого терпения и умения. Социальные работники, прийти им на помощь, всегда рады. Пожилые люди нас многому научили. Умению решать трудные жизненные ситуации и лучше понимать людей, говорит Нафисет Шишева, заведующая филиал КССО «Ау Лобли-Чепсин». Мы в основном подстраиваемся под желания бабушек, когда они хотят, или утром, или вечером, до конца рабочего дня. А так, вот у них есть свои услуги, у каждой бабушки. Кому-то не у всех одинаковые. Они, каждый по желанию, они сами себе подбирают услуги. И соцработники, каждый выполняет их услуги. Ну, ко всем, вот у нее, у Шорова Назират, например, у нее 10 человек. В один день они не могут, каждый ходить, конечно, но в неделю два-три раза. Каждой бабушке они ходят. И эти слова поздравлений в преддверии женского дня звучат от Нафисет. В преддверии женского праздника хочу пожелать всем женщинам, моим подопечным, бабушкам, социальным работникам, всем, ну, в первую очередь здоровья, второе – счастье всем, особенно мирного неба над головой, ну, исполнение всех желаний. Дорогие прекрасные женщины, вы символ бесконечности жизни. Вы, как проводники, приводите в этот мир новых людей и остаетесь верными ангелами-хранителями всю жизнь. Оставайтесь здоровыми и любимыми. С праздником вас, очаровательные женщины! Редактор субтитров А.Семкин